За три года в сельском поселении Успенская дополнительно появились 10 единиц крупногабаритной техники для уборки территории. Это стало возможным благодаря действующей программе губернатора. Так, в МБУ специализированная служба Успенская были переданы фронтальные погрузчики и техника для уборки тротуаров. Автопарк дополнился и приобретениями за счет районного бюджета. Докупили ручные машины для ухода за дворовыми территориями. Андрей Иванов в сопровождении главы поселения Владимир Агаряева оценил технические возможности МБУ специализированная служба Успенская в поселке Горки-10. И люди, и техника в полной боевой готовности. Сезон уже начался. Для всех коммунальщиков это очень непростой период, когда идет снег, и происходит массовая уборка. Но, тем не менее, все в тонусе. Все, еще раз подчеркну, сделали определенные выводы и работаем над ошибками по прошлой зиме. И я уверен, что в этом году мы справимся со всеми вызовами погоды и со всеми просьбами и пожеланиями наших граждан. МБУ Успенская обслуживает 14 населенных пунктов. Это 16 километров внутридворовых проездов, 20 тысяч квадратных метров тротуара и 80 дворов. В штате более 60 человек – профессионалов, готовых к любым погодным испытаниям. Проверкой возможности коллектива МБУ стал небывалый снегопад прошлой зимой. В Успенском со стихией справились слаженно. Лучших специалистов МБУ отметили грамотами главы Одинцовского района. Штат учреждения 60 человек. Из них более 80% – это люди рабочих профессий. Это именно дворники, механизаторы и так далее. То есть, руководство по минимуму. Плюс ко всему, хочу сказать, у нас более 80% – это местные жители поселения. То есть, рабочие места созданы, люди работают. Не надо ехать в Москву, работают на местах, получают неплохой зарплату. В парке МБУ Успенская 15 единиц специализированной техники, 20 – средств маломеханизации. Глава района отметил, что в случае обильных снегопадов муниципалитет готов арендовать самосвалы. Сельское поселение Успенское – одно из образцово-показательных в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Здесь регулярно проводятся встречи с жителями, учитываются их пожелания и замечания.